В Москву я переехал в 2007 году, сразу как закончил школу и, собственно говоря, поступил в авиационный институт, потому что тема была очень сильно близка и нравилась. Сейчас я являюсь действующим предпринимателем, у меня есть бюджетонаполняющий бизнес и бизнес, куда я инвестирую, это IT-стартап, платформа по оценке компетенций людей и компаний. Привет, меня зовут Евгений Скворцов, вы на моем канале, где я снимаю видео про Москву и про жизнь в городах. Сегодня у меня необычный формат видео, я решил снять интервью с человеком, который приехал, или, как принято говорить, понаехал в столицу. Это история о человеке, у которого все получилось, и вместе с вами мы проследим его путь от начала до того момента, где он находится сейчас. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Мой первый визит в Москву как раз-таки и был тот момент, когда я тупо привез пачку документов после сдачи экзаменов для поступления в ВУЗ. Так получилось, что я каждое лето, еще будучи школьником, устраивался на работу и в 10-м классе пошел работать на авиационный завод. Крутил гайки на вертолете, и они сказали, слушай, а не хочешь пойти учиться в Московский авиационный институт? Я такой взвесил, ну, типа, есть мореход, как куда ходят все, и есть возможность поехать, поучиться, возможно, для этого предприятия в будущем, как человек, который туда придет, трудоустроится и сразу же будет там отличаться от того, что есть там. Первые впечатления от визита в Москву были очень смешанные, потому что я сам родом из города Калининград, Калининградской области, у нас по факту все автомобили там, это старые иномарки, которые тащили там из Литвы, из Польши, а я приехал в Москву, и в 2007 году было какое-то огромное количество Жигулей, и для меня это было прям вот диссонансом, как так, в главном городе России и одни русские машины. Это было самое вот первое впечатление, которое я запомнил о Москве, но при этом, конечно, она выделялась сразу же своими габаритами, величиной, и было понятно, что тут будет точно на первых порах непросто. Вот, собственно говоря, мы около одной из опчаг Московского авиационного института. Я жил не в ней, но я в ней очень много времени был, друзья тут жили. Конечно, зрелище это удручающее. Если кто-то думает, что общаги в Москве, как у нас в сериалах, нет, далеко не так. Просто на домик этот можно посмотреть и понять просто, насколько это прекрасное место для проживания. Но, конечно, мы сами себе быт создавали, делали ремонты в своих комнатах, чтобы было как-то почище, поуютнее. Так что, как бы, крутились, собственно говоря, как могли. Но вырваться из этого дерьма хотелось, конечно, максимально быстро. Самое первое впечатление, которое было, когда я зашел в свою комнату, в которой я живу, это натянутые просто веревочки, и на ней висят женские с какого-то хера трусы. Сидит рыжий кот, блин, который просто гадил там каждое утро, ванища была. У нас спрей был, которым мы запшикивали всю эту херню. А женские трусы висели, потому что там жил выпускник, с которым жила его жена. И с ними же на втором ярусе кровати жил его брат, которого отчислили еще года 4 назад. Он просто договорился и жил в этой общаге. И в итоге мы вместо того, чтобы жить, блин, как надо хотя бы втроем, жили в этом номере вчетвером, плюс еще жирный кошара. Вот, как-то вот так было. Но жил я тогда на тысячу рублей в неделю, то есть месяц это 4 тысячи рублей. Благо проезд в Москве был дешевый, там 130 рублей платишь, и у тебя все, и метро, и наземный транспорт. Но сам факт того, что денег было прям впритык. Мы тупо ходили, набирали себе на неделю с расчетом, сколько сосисок я могу съесть. А когда я вообще не могу есть сосиски, когда просто это отварные макароны или просто отварная гречка. Поэтому условия были достаточно непростые. Но я помню один момент, когда вообще закончилась и тушенка, закончились деньги. Мы с ним тупо пошли и купили эту быстро заварную картоху, самую дешевую. И купили колбасу вареную, студенческую. Просто, ну, по цене это вообще не колбаса. И когда мы ее порезали, залили кипятком, она просто растворилась. Это было очень смешно. И если посмотреть на то, какие были фейлы в Москве в это первое время, на второй день после приезда моего в Москву, куда мне родители дали с собой 10 тысяч, я в первый день, естественно, как любитель футбола, купил билет на ЦСКА Спартак. И в этот день вместе с билетом все деньги, все карточки, которые у меня были банковские, чудесным образом в районе Черкизовского рынка, который тогда еще работал, у меня испарились. Вот так вот Москва встретила. Поэтому приходилось бегать по ребятам, искать у кого там перезанять на какое-то время, просить у них номера карточек, чтобы там папа закинул пару тысяч рублей просто на первые дни жизни. Поэтому вот Москва встречает действительно достаточно агрессивно и может очень быстро опускать тебя, что ты, мальчик, не вырвался из какой-то задницы, а ты приехал, и ты тут не особо кому-то нужен. У меня был момент, когда я думал все бросить и развернуться, и уехать обратно. Он наступил на самом деле после первой сессии, когда я первую сессию с горем пополам сдал. Я приехал домой и понимаю, как там все спокойно, все хорошо. А я еще тогда встречался с девушкой, которая там находилась, там подстрекательство, типа, ну, а что ты, давай, конечно, почему нет. Но в итоге после разговора с родителями, достаточно взрослого разговора, обстоятельного, они сказали, давай попробуй еще, попробуй адаптироваться, попробуй закрепиться. Если увидишь и поймешь, что будет не получаться, мы тебя поддержим. Но, ну, не спеши, не бросай, это будет, типа, поспешное неправильное решение. Именно поэтому я, собственно говоря, вернулся и продолжил. И на самом деле через три месяца после возвращения у меня такого желания уже не возникло. Крутой момент в Москве, который случился, который я могу вспомнить, это когда я ощутил, что я могу за счет своих мозгов здесь зарабатывать самостоятельно. Не за счет того, что там разнорабочий или продавец в магазине, именно за счет своих мозгов. Когда нужно было начертить какую-то штуку, я с удовольствием за это брался. У меня была история, когда я заработал за полтора месяца, не выходя из своей общажной комнаты, заработал 45 тысяч рублей. Я начертил своему одногруппнику, который, кстати, сейчас мой партнер по бизнесу, двигатель от самолета в натуральном размере, вот, собственно говоря, за месяц. Я начертил свой и начертил ему, заработал 45 тысяч рублей. Для меня это был поворотный момент, я понял, что здесь можно делать деньги достаточно просто. Я глобально должен был возвращаться по целевому набору на предприятие в городе Калининград. Но из-за того, что все руководство, которое рассчитывало на меня и еще на ребят, на самом деле, которые учились в параллель со мной, они ушли из предприятия еще когда я был на четвертом курсе. И так получилось, что не особо мы им были нужны. Поэтому мы начали искать, куда можно по специальности устроиться еще уже в Москве. И на пятом курсе я нашел работу недалеко от общаги, недалеко от универа. Можно было на полставки уже ездить на это предприятие и потихонечку работать. Так, собственно говоря, я там закрепился после окончания института и проработал в должности инженера-механика по обслуживанию двигателей для истребителей в течение шести лет. То есть я в 2018 году только оттуда ушел, сразу же на менеджментскую должность тоже на авиационном предприятии, но уже стал замом директора по послепродажному обслуживанию больших гражданских самолетов. Там отработал три года, оттуда ушел еще на повышение. И, собственно говоря, весь мой путь с точки зрения работы в найме закончился, когда мне был где-то 31 год. Я закончил на позиции директора по инновациям в одной крупной российской госкорпорации. Но при этом у меня уже с 28 лет потихонечку начал работать мой бизнес. Первый основной бизнес, который сейчас зарабатывает, который интенсивно развивается каждый год, плюс примерно 50% к предыдущему. Это бизнес в сфере туризма и корпоративного обслуживания. То есть сейчас я являюсь действующим предпринимателем. У меня есть бюджетонаполняющий бизнес. И бизнес, куда я инвестирую, это IT-стартап, платформа по оценке компетенций людей и компаний. В то время, когда я работал в найме на первой должности, в должности инженера-механика, вот этот шестилетний период, я на самом деле у меня прям сидела, свербила. Мне нужно было добиться какого-то карьерного роста. Меня не устраивало то, в какой должности я работаю. И так как эта работа была связана с постоянными разъездами, то есть мы занимались эксплуатацией, обслуживанием, мы постоянно то в одной стране, то в любой точке по России находились, я постоянно искал возможность оттуда, честно говоря, свалить. Потому что мне было тесно. Я видел, что это предприятие с таким постсоветским еще геном. Я ездил на собеседование, мне предлагали вроде бы неплохую должность, но по деньгам я не мог просто перейти на эту работу, потому что я тупо не смогу обеспечивать себя и свою жену на тот момент элементарными бытовыми условиями по части съема квартиры, по части нормальной еды, про одежду там уже даже молчать можно. И, собственно говоря, в каждой из командировок заграничных, в которых я бывал, я пытался что-то уже начать делать самостоятельно. просто для того, чтобы больше было возможностей финансовых. Перепробовав огромное количество того, что лежало перед глазами, ничего не получавшегося, в одной из командировок я понял то, что какого-то лешего, все, кто ездят со мной в командировке, а это большое количество людей, они не могут ни говорить на английском языке, ни организовать что-то. И я подумал, а почему я не могу за это брать деньги? за организацию того, что происходит в заграничных командировках для людей. Я нашел человека как раз-таки, который, собственно говоря, на этом рынке работает локально. И я ему сказал, слушай, давай я тебе буду, ну типа, помогать из России, буду присылать тебе людей, а ты мне будешь платить за это комиссию. Мне не требовалось для этого первоначального бюджета. Мне нужно было только, чтобы я обладал нужными скиллами для того, чтобы с этим человеком договориться, расположить к себе и убедить в том, что, ну, можно довериться, и мы там не подставим. Я проводил переговоры, что можно сделать этому партнеру. Я сказал, слушай, а хочешь мы тебе в России, у тебя есть кто кому в России надо помогать? Он говорит, конечно, слушай, вообще. Я ему говорю, ну давай мы сделаем. Он говорит, ну мне нужно, чтобы вот поедет большая группа наших граждан туда, на обучение. Нужно им сделать гостиницы, логистику, все. Мы все посчитали, все сделали, все, все уже готово практически. Я возвращаюсь в Россию с полной уверенностью, что через три недели приезжает группа, с которой я заработаю просто гигантские деньги за четыре месяца. Для нас по тем временам это просто гигантские деньги. Я приезжаю домой, женя говорю, так, мы летим в Дубай. Мы улетаем с ней в Дубай, гуляем на всю котлету. И тут что-то меня осеняет, такая мысль, что, блин, а может что-то не получится. Потому что партнер какой-то этот, почему-то как-то затих. Я ему звоню, говорю, слушай, ну что, как? Он говорит, слушай, тут у них отменилось все. И у меня просто картина мира вся падает. Все, все деньги, которые были заработаны, мы просто спускаем в труху. Жена видит, как просто я побелел в этот момент. Я уже загоревший, но побелевший. В итоге, вместо того, чтобы уволиться с этой работы, пойти дальше, я уезжаю в командировку за Полярный круг в Мурманске. Просто потому, что нужны деньги. То есть я не уволился с этой работы. Продолжил там работать. Но, собственно говоря, мне тут партнер, коллега, иностранец объяснил, в чем была причина. Это не на его стороне. У нас сейчас, на самом деле, с ним очень доверительные отношения. У нас с ним уже чуть ли не общая компания в одной стране создана. То есть мы продолжаем работать, все здорово. И что самое интересное, после возвращения из Мурманска, то, что мы ему обещали сделать из России, мы сделали. И примерно через 8 месяцев вот такой кропотливой работы мы получили от него первые комиссии, в размере типа по 100 тысяч рублей в месяц на меня и на партнера. Так что затраты, которые мы потратили, но на самом деле затраты-то были мелочные. Там сайтик сделай, там, ну, всякая мелочевка, там, тысяч 100, может быть, мы потратили на все про все, если не считать свое время драгоценное. Но деньги начали приходить вот спустя 8 месяцев после начала взаимодействия. У меня всегда есть ощущение, вот такое предпринимательское дело, настраивайся, там, мечтай о лучшем, но настраивайся на худшее, потому что бизнес – это качели. Сегодня так, завтра так. И у меня постоянно, перманентно есть ощущение, у меня все, наверное, скоро закончится, все, больше ничего работать не будет, это дальше не работает. И как только ты этими мыслями себя загоняешь, у тебя начинает организм включаться, и просто у тебя бах-бах-бах-бах, и показатели поперли вверх, включается какой-то страх такой. С точки зрения плюсов и минусов Москвы, все вот принципиально просто. Я вот, есть такой товарищ, я Артем, да, есть Артемий Лебедев. Он говорит о том, что Москва – это самый охерительный город сейчас в мире. Я, на самом деле, с этим абсолютно солидарен. Когда возникают там мысли о том, что куда-то там переехать в другую страну, я не хочу. Мне очень нравится здесь жить, мне нравится, как этот город развивается, мне нравятся, какие здесь технологичные подходы к организации вообще всего, да. То есть то, как происходит развитие этого города, это на самом деле очень круто, и мне от этого прям кайфово живется. Касаемо минусов, самый большой минус Москвы – это пробки. Как ты не крути, сколько ты не исправляй ситуацию со строительством новых дорог, новой инфраструктуры для социального транспорта. Город все равно как стоял, так и стоит. И это самая его большая беда. Расстояние и пробки. Все остальное, я считаю, здесь есть, здесь прекрасные продукты, здесь прекрасный сервис, здесь прекрасно развивается там строительство новых территорий, облагораживание. Поэтому из минусов я бы выделил только, наверное, пробки. Остальное все вторично. Если бы так получилось, что я сейчас оказался бы снова в том городе, откуда я приехал, а это даже не Калининград, это город светлый, который в Калининградской области, в котором население 25 тысяч человек, я на самом деле сбежал бы просто оттуда, потому что даже если я приезжаю домой туда, мне становится плохо от того, какой там низкий темп. Возможности, которые дает Москва, это 100% то, к чему я бы стремился, независимо от того, в какой точке бы я оказался сейчас. Я бы убежал обратно сюда через минуту. В Москву стоит переезжать тем, кому тесно в своих городах, кто ищет развитие и кто готов херачить, херачить и херачить. Если к этому готовности нет, если есть какие-то мнения, ой, я сейчас перееду и все будет классно, нет, так не будет, этот город просто сожрет и сломает. Это место, которое постоянно кипит, для того, чтобы в нем двигаться, чтобы не потеряться в нем. Нужно, конечно, очень много времени тратить и быть готовым при переезде сюда, потому что все ваше свободное время будет уходить на то, чтобы здесь закрепиться, привыкнуть к ее законам. А ее законы это ЕБШ 24 на 7. Я, со своей стороны, очень благодарен всему тому пути, который я прошел, от заводов до менеджментских позиций, которые научили работать. Весь этот опыт пригодился на пути становления бизнеса и не нужно думать о том, что вы просто приедете, что-то сделаете, и это сразу же полетит. Так не бывает. Тот путь, который мы проходим, он делает из нас тех, кем мы по факту становимся и кем мы являемся. Друзья, я надеюсь, вам понравилось это видео. Вы можете задать вопросы герою этому видео в комментариях, а самое главное, подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы не пропустить истории об интересных людях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!